Добрый вечер всем! Очень рада вас видеть. Приветствуем, конечно, и всех наших зрителей, всех пользователей Тутбай, кто подключился к нашей трансляции. Сегодня у нас питерское гостье — Алиса Макарова. Надеюсь, что вам будет смешно, интересно и познавательно. Ну а представит более подробно Алису руководитель издательства «Более другой» — Дита Карелина. Когда я первый раз увидела Алису, я увидела, что ко мне, к поезду подбегает нечто, которое мне посоветовали как человека, встречающего меня в Питере. Она бежала и уже вот там разговаривала, вот где-то там. Я думала, она, может быть, разговаривает по связи какой-то беспроводной. Нет, она разговаривала со мной, она уже делилась впечатлениями, как она доехала. Ну то есть как я доехала, ее мало интересовало. Вот, потом мы очень интересно провели время перед моим концертом, потому что я все время пыталась как-то немножко настроиться на романтический лад. А Алиса, она разговаривала. Вот, она, видимо, решила рассказать всю свою недолгую жизнь, а потом и долгую, и планы на долгую. То, как она жила в Кишиневе, то, как она жила в Москве. Я это все узнала в Питере очень подробно. Потом мы приехали в какую-то квартиру, в которой Алиса тоже все время разговаривала. В общем, к вечеру я была вымотана так, я не помню, как я отыграла концерт, но я попросила нашу общую подругу, чтобы больше только меня Макарова никогда не встречала, и что я вообще ее видеть не хочу никогда. Она так невинно у меня спросила, почему? Я говорю, потому что я наговорилась где-то на год вперед. Когда я приехала в следующий раз в Питер, мне очень не хватало одного. Мне все нравилось. Вот и Казанский ничего, и Владимирский более-менее, и Невский удался, но мне очень не хватало Алисы. Это один из лучших авторов нашего издательства, более другого, издательства Вараксина, которая, вот когда ее читаешь, вроде бы смешно, но когда ее слушаешь, это трындец, это очень смешно. Она может выступать в пижаме, в страусиных перьях, все равно одинаково смешно одно, слова. В общем, наш прекрасный друг из Санкт-Петербурга, который приехал говорить вам ртом, Алиса Макарова. Я много не помнила с той встречи. Она действительно была очень знаковая, но я хочу начать сегодняшнее выступление с того, что расскажу прекрасную историю. Я никогда не могу приехать в Минск нормально. Ну, спокойно, то есть прийти на вокзал, купить билет, сесть в поезд, приехать в Минск и уехать назад. В прошлый раз я летела в Минск на двух самолетах, потеряли мой багаж. Я потом его около недели пыталась извлечь. Когда я приехала за багажом, все возмутились, какого вообще черта я за ним приехала. Потеряли и нормально. В этот раз мы ехали на машине, мы встретили двух лосей, которые спали на дороге и очень как бы возмутились, какого черта мы тут едем. Мы говорим, мы в Минск, они такие, ну ладно. В общем, я надеюсь, что когда-нибудь я приеду сюда спокойно, на поезде, но точно не в этот раз. Поэтому давайте начнем. Вот я хочу начать вечер с такого прекрасного текста. Очень люблю, когда меня называют поэтом. Но я там за всю жизнь написала два стихотворения, и то одно, бухое с Карелиной в Питере. Поэтому если после этого я могу зваться гордопоэтом, отлично. Текст называется «Про современных поэтов». Я посвящаю его... А, кстати, это кошка. Она не просто так здесь стоит. Это наш талисман. Кошку мы возим везде с собой. Запомните кошку. Она смотрит на всех с укором. Поэтому давайте... Давайте мне немножко похлопаем, потому что я волнуюсь, несмотря на то, что у меня зеленый пиджак, и я езжу и встречаю лосей. Текст про современных поэтов. Сейчас вообще быть поэтом и литератором очень модно. Я знаю вообще, наверное, из пяти трое всегда пишут, там, мама-лама, все уже поэт. Поэтому текст про поэтов. Смеяться нельзя. Современные поэты очень смешные. Есть те, которые страдают, а есть те, которые не страдают. Ну, точнее, не так. Те, кто страдает, есть, а те, кто не страдает, нет. Каждый уважающий себя поэт страдает со сцены ртом в микрофон. И вот тут главная подача. Нужно обязательно закидывать голову назад, закатывать глаза, трясти фалангами, истошно рычать и визжать в микрофон. Чем громче визжит поэт, тем больше пиздостраданий в зрительном зале. Каждый поэт должен писать про любовь. Сейчас я вас научу. Пример стихотворения про любовь. Я так люблю тебя. Тебя люблю я так. Как пустовзорый и немеющий дурак. Люблю тебя. Я очень люблю вод. Как пьяный и раздетый кашалот. Тут поэт делает паузу, закидывает голову на спину, и в зале наступает истерика. Запустилась единая, литературная, пиздострадальная волна. Поэт в оргазме. Зал в оргазме. Оттого, что в оргазме поэт, все счастливы. Кроме тем для любви, внимание, есть тема невзаимной любви. Пример. Хочу тебя, моя волшебная Ундина. Хочу тебя, о, Иванова Дина. Но ты не смотришь на меня, актриса. Все потому, что я Макарова Алиса. После этой фразы поэта хотят все. Наступай двойной оргазм. Кроме страдальных поэтов, есть еще беспощадные поэты. Они выходят, читают плохо, странно, только для себя, очень радуются и уходят. Я их называю поэтос кровожаднос. Следующее правило современного поэта писать так, что понял только сам поэт. Пример. Стройными рядами цыганки-клаустрофобы двигались к площади, где, невзирая на сосновые залежи, сладко опокоилась красивая Англия. Маня своими перспективными перспективами, Англия лежала, и каблуки были так высоки, легкие, как свиные ноги. Поэта сворачивает спираль, зал ревет в экстазе. Никто ни хрена не понял, но, сука, как сложно, как литературно. Вывод. Быть поэтом очень сложное искусство. И если вы и я можете не быть поэтом, то давайте не будем. Ох. И продолжая поэтическую... А вы заходите, заходите. А, ладно. Продолжая поэтическую тему, я хочу сейчас поведать о человеке, которого я считаю лучшим современным поэтом. Это Стас Михайлов. Он бог. Так иметь людей, по-моему, это прекрасно. Поэтому я написала текст про Стаса Михайлова, чтобы восхвалить его и рассказывать его остальным. Стас Михайлов снизошел до мира 27 апреля 1969 года. И с этой даты наконец-то началась осмысленная история человечества. Поговаривают, что во время рождения Стаса на небе загорелась яркая звезда, которая была видна и с любой точки мира. Каждый год 27 апреля представители тайного ордена талантливые стасисяне взбираются на вершину холма и выкладывают силами слово Стас. Стас Михайлов стал рифмовать еще в утробе матери. Мама, лама, задумчиво плавая в околоплодных водах, думал маленький гений. Рифму на свое собственное имя он тогда придумать не мог, потому что о мире знал мама. Мало. Найти ее помогли добрые дети. Стас. Стасу с детства рассказывали о том, что его принес не аист, а ангел. родители Стасика изначально хотели назвать его Христос. Потом Хри потерялась, осталось просто Стос, а потом Стас, сын ангела. Поэтому истинные фанаты Стаса в светлый праздник Пасха говорят друг другу Христас воскрес. А самые порядочные фанаты отвечают воистину Христас. Отсюда пошел обычный на Руси Стасица. В полнолуние фанаты собираются вместе силы, раздеваются догола и тщательно натирают кожу святыми изображениями Стаса. Нередко можно услышать фразу «О, я недавно в метро 500 рублей нашел? Это ты просто постасился». Когда Стасик был маленьким, он и как все мальчики мечтал быть космонавтом, но честные добрые дети вовремя договорили его и предложили стать народным артистом. Стас подумал и ответил «Все только для вас, родные мои». Необъяснимо но факт, куда бы ни приходил маленький Стасик, женщины бальзаковского возраста краснели, расстегивали пуговички на веротниках и начинали слезиться. Начинали слезиться. Кровоточить. Бабушка Стасика даже обращалась к врачам. Шутка ли? 24 часа в сутки бедная женщина ходит с расстегнутым воротничком красно и плачет. Таков эффект ребенка на толпу, пояснил врач. Благодаря Стасу и его творчеству в русском языке возникли следующие устойчивые выражения. Стас на крови, Стасу на вас нет, яблочный Стас, я от тебя стасею, эротическое стасни меня. И пословица семь раз отмерь, один раз отстась. Спасибо. Ну такого ада много будет сегодня. Следующий текст написан как раз когда я в прошлый раз летела в Минск короткой дорогой, ну то есть из Питера в Москву, 10 часов стыковка самолетов такая незатейливая, и потом самолетик в Минск. Ну господи, люблю, надо было еще через Алабаму лететь. И вот, а я еще не спала всю ночь, сижу я в аэропорту, жду, когда прилетит самолет, еще не подозреваю, что у меня больше нет багажа. И вот текст написан именно вот тогда. Аэропорт Шереметьево, терминал D, прилет в 11.25, следующий самолет в 16.30. Скажу вам точно и честно, что занять всегда себя есть чем. И даже несмотря на то, что вы не спали уже 30 часов, я сижу в зале на синем мягком стуле. Кофе выпила, питание сожрала, газеты прочитала, песни послушала. Вокруг снуют бабы, и сумки тащат тяжелые, а мужики не сноют. Они медленно проплывают, как безмятежные касатки. Подходит малыш, пухлый, на вид лет шесть, зубов почти нет, ногу выпитил и так нагло мне. Ты куда летишь? К мужу? Я с мамой лечу к ее мужу в Ростов. Нет, отвечаю, я не к мужу, а к кому? Я в Минск выступать. Это как выступать? Ну, я выхожу, рассказываю людям сказки, а они смеются и хлопают. Так ты клоун? Наверное. Не, какой же ты клоун? У тебя даже мужа нет. Сереженька, оставь тетю в покое. Мама, которая летит в Ростов к мужу, подбежала и забрала у меня самого интересного собеседника за последнее время. Ей-то хорошо, она к мужу летит. А я что? Я клоун. Хочется очень нежного абсурда, чтоб продавщицы толстые нарезали колбасу в колбасных отделах и пели негромко гимн гватемалы, женственно покачивая бедрами. Чтобы девочки, у которых коралловые юбки в пол, все абсолютно работали бухгалтерами. Чтобы гаишник, который остановил тебя за ремень, пальцем так игриво манил в машину, а там его напарник сидит, вяжет крючком правый носок и спрашивает, слушай, а как крючком розу связать? Чтобы в аптеках российских работали только афроамериканцы и говорили только так плаштыр, корвалола, зельенка. Чтобы котики ходили по дому во фраках, изъявляли волю свою в письменном виде и пили из мисок красное сухое вино. Чтобы все, те, кто занимается благотворительностью, подсвечивали снизу ярко-желтым. Хочется очень такого абсурда, чтобы ни вопросов и ни сомнений. Чтобы матери приходили с работы и говорили, сынок, мы тут с отцом подумали и решили, что, наверное, он мать, а я теперь отец. Чтобы ласточки летают низко, это к похмелью, а радуга над Благовещенским, это к пятнам на майке. Чтобы ходили почтальоны в розовых костюмах, звонили в звонок и говорили, у вас на почте три непрочитанных сообщения. Дикая кошка прокомментировала новый альбом на фейсбуке «Три лайка, четыре ретвита, записи от 30 июня». Чтоб всех собак женщин звали Валентина, а всех собак мужчин Роберто и никак иначе. Хочется очень нежного абсурда, кидаться мороженым, щекотать всех и читать Ахматову, уехать из города, приехать в город, зарать «Эй, привет!» и уехать обратно. Хочется, чтобы в метро бабуля в пушистом платке резко вскакивала и начинала петь «It's raining, man!» «Аллилуйя!» и чтобы никто вообще на это не реагировал. Хочется, чтобы когда люди занимаются сексом, их домашние животные снимали все на айфоны и сразу выкладывали на YouTube. Хочется, что вместо сухого «Алло» все говорили «Вильнус». Хочется, чтобы желание нежного абсурда не прекращалось никогда. Хочется, чтобы этот текст читали в заседании суда, а потом по нему же сняли сериал для канала «Россия» с Пореченковым в главной роли. И продолжая тему животных, которые снимают секс на YouTube, на iPhone, весь мир и вся система основана на сексе. Секс пустил свои корни во все аспекты социальной, культурной, финансовой жизни человека. Да-да, именно секс. Я не знаю мальчиков и девочек, которые не хотят одевать хорошие стильные маечки и идут осознанно и покупают штаны Абибас. Людям важно нравиться людям. Люди хотят хотеть красивых и чтобы красивые хотели их в ответ. Мировые бренды, кожаная обувь, огромное количество шарфов, все скупается с прилавков с одной целью, чтобы хорошо выглядеть и хорошо тахаться. Образование. Слава Всевышнему за прекрасную тенденцию последних лет. Быть умным наконец-то становится модным. Армии поэтов, критиков, художников, врачей, экономистов и вообще талантливых людей с высшим или не очень образованием заполонили все вокруг. На вопрос о том, какие парни в твоем вкусе, все чаще звучит ответ, главное, чтобы умный был. Читаешь книги, ходишь в театр, отличаешь Бродского от Небродского. Да, у тебя есть шанс заняться сексом в эти выходные. Кафе, клубы, рестораны, фастфуд, пицца, жраль, традота. Люди в едальнях жрут, а еще внимательно оценивают ближайшие территории, чтобы рассмотреть на расстоянии вытянутой руки или немного дальше объект, который мог бы быть интересен. Клубы плодят любовь. Бухие раскрепощенные тела в модных одеждах после вечера памяти Есенина приходят в клуб, чтобы есть алкоголь и искать любовь. Любовь она ходит редко, секс чаще. Фармацептика, геры для интимной гигиены, укрепляющие шампуни, витамины для костей, презервативы, комплексы для похудания. До тех пор, пока люди желают делать людей или просто проводить время, эта область будет всегда сыта. Литература, музыка, туризм, интернет, секс внутри всего, секс фундамент современного мира. Я знаю прекрасную пару, которая познакомилась в парке, когда он выгуливал своего шпица, а она таксу. О, скажите, а вы даете своей такси витамины для роста шерсти? Нет, зато я сама принимаю витамины для волос. О, у вас какой красивый шарф, это Пьер Карден, вы так интеллектуально развиты. Может быть, сходим сегодня в кафе? Давайте лучше в клуб, давайте лучше секс. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, что такое предвзятое отношение? Это когда человек, который вы считаете абсолютно красивым, умным и интересным, говорит, я люблю бананы. А вы слышите? Невозможность бытия, стремление вперед и осознанность каждой секунды рядом с тобой, создает во мне непредалимое желание наполнить себя и тебя бананом. Но когда личность вам неприятная, мерзкая, абсолютно вообще ужасная, говорит, привет, сегодня хорошая погода, как дела? Вы слышите? Бла-бла-бла, виноградный велосипед и мать плюй-копай. Это вот самый странный текст, наверное, который я написала, но почему-то вот я именно так его и видела. Привет, я Людка имени 17. Вчера я провела свой первый день в Московском государственном университете. Было страшно и очень любопытно. Девочки в Москве очень красивые, а к мальчикам я боюсь подходить. Они высокие и сильные, как раз для красивых девочек. Когда я поступала, в меня верила только баба Шура, которая сказала, что разницы да большой нет, что в селе подгнивать становиться шлюхой подзаборной. Что в Москву уехать? Что тогда имела в виду баба Шура, я не очень поняла, но она всякий случай уехала. Вчера был мой первый день в университете, совсем не учебный, но очень серьезный. А сейчас я сижу на старом матрасе в углу маленькой комнаты, которую снимаю с одной очень интеллигентной парой из Ростова и думаю, вот она счастье. Все обязательно получится. Добрый день! Я Людмила Николаевна и мне 69 лет. Вы спросите меня о моей жизни и самом счастливом дне? Я задумаюсь. Жизнь прошла так быстро, что я до сих пор жду великого дня, когда откроется дверь, войдуют люди и скажут торжественно, что поздравляем вас, Людмила Николаевна. Первая серия жизни закончилась, готовьтесь ко второй. Я жду уже 60 лет, но никто не приходит. Чего я добилась? Рано уехала из своего села, поступила в университет, рано вышла замуж, рано родила, рано вышла работать. Каждый день был похож на предыдущий. Круговорот одинаковых событий. Когда дочке было 6, умер муж, пьяная драка, а он обещал, что всегда будет рядом. Удивительно, но когда он умер, я испытала облегчение. Да, становится очень легко, когда уходят те, кого ты никогда не любил. Уходят и не возвращаются. Дочка уехала в Италию жить и работать, и вот я сижу в маленькой квартире, смотрю час суда и очень надеюсь, что молоденькую продавщицу оправдает, потому что она никак не могла украсть эти деньги. Эй, привет! Я Люська! Я живу в большом доме с мамой и бабой Сулой, где папа, я не знаю. Мама говорит, что у нас папа большой человек и помогает всему милу, а баба Шура как-то сказала, что папа мудак и где-то спивается, пока мама голбатится на двух работах. Что такое мудак и голбатится, я не очень поняла, но папа, мне кажется, большой человек. Когда я выласту, я хочу стать красивой тетей и носить красивые платья и бусики. А еще я буду молозеное есть сколько хочу. Главное, побыстрее выласти и стать очень-очень счастливой. Здравствуйте! Меня зовут Людмила, мне 27 лет. Я экономист. Вы спросите, почему я так плохо выгляжу, но извините, я не каждый день хороню мужа. Идиот. Он все всегда делал назло. Он даже дочь заставил меня родить, мне же назло. И умер, по-моему, тоже назло. А я только вышла на работу, смогла договориться с Татьяной, чтобы она сидела с Наськой. А сейчас что? Как я буду работать? Когда? Как я одна подниму дочь? Да и кому я нужна взрослая баба вдова с сопливой малолеткой? А может и к лучшему, что все так? Может быть, жизнь изменится, я действительно стану счастливой. Это тоже из разряда путеводных заметок, когда все происходит вот на глазах, надо сразу записать. сижу в аэропорту Ларнаки и слышу, как одна баба другой громко орет ртом, что счастье-то какое, вон она как загорела, потому что плечи кривым с фактором защиты 16 мазала, и бутыль масла для Ирки купила и вина греческого, красного и белого, а еще счастье-то какое, что фотографий много сделала, и осталось аж 70 евро, и она уже знает, что купит на них балетки для работы и печенье в понедельник, а вторая баба смотрит, кивает и говорит, вот это счастье-то. Бабы орут, показывают друг другу плечи, а я сижу в аэропорту Ларнаки и думаю только об одном. Как хорошо, что это все не про меня. Я журналист-недоучка. Избыток информации мешает быть равнодушнее. Иногда я копирайтер. Когда возникает настроение поработать, я делаю статьи на заказ. Именно не пишу, а делаю. Пожелания клиента, фразочки для смазочки текста, нужные слова и вуаля. И это не смешно и не грустно, но я очень часто пишу про дачные биотуалеты. Это работа, а туалеты – это продукт клиента, а клиент платит деньги, а деньги, ну, как бы реально нужны. Я делаю очень серьезное лицо и начинаю описывать очевидные плюсы дачных биотуалетов. Ну, во-первых, они переносные. Я, раздувая ноздри, даю фразы о том, как важно в морозы, зимой иметь на даче переносной биотуалет. Во-вторых, они био, и это опять же подарок судьбы. Я пишу и реально верю в то, что пишу. Биотуалеты – это спасательный жилет современного мира. Я пишу и думаю, что вот сейчас я могла бы сесть и написать книгу, наверное, роман. Я сижу и пишу роман, и мне хорошо и светло внутри. Книгу обязательно и сдадут, потому что она моя и такая чудесная. А люди ее будут читать и приговаривать. Какая же молодец! Это Алиса Макарова, что не писала про биотуалеты, да, села, написала роман и сдали его. Ну, потом я, конечно, получу премию, приду на церемонию, а после положу роман на полку и буду постоянно приговаривать. Как хорошо, что время-то нашлось. Я пишу это все о беспощадной дачной биотуалетной, которые, блядь, реально переносные, подмигивают в закладке. Я открываю ворд, собираю мысли и пишу гордо о том, как же повезло этим питерским дачникам, которые приняли правильное решение купить биотуалет. А книга, а точнее роман, ну, всему свое время, а сейчас время дачных туалетов. Он тощий и сухой, как щепка, с длинными пальцами, жирным ртом и бегающими глазами. Она не уверена в себе и в происходящей реальности, непрерывно сидит на диетах, воспитывает тупого мопса и врет матери, что работает заместителем директора консалтинговой компании. Он встает каждый день в 7 утра и пьет йогурт с биоактивными добавками. Так он обманывает себя в том, что болезнь отступит. Она потеряла где-то между станциями с Паской и Садовой кошелек с кредитной картой, зарплатой и майским проездным на метро. Сказала себе, что это просто очередное испытание и практически без слез прожила месяц на рисе и супе из воды и травы. Он заболел, когда ему исполнилось 30 и друзья подарили ему прыжок с парашютом, чтобы расшевелить этого сухаря и поднять эмоции. Он ехал на свой первый прыжок и говорил себе, что тысячи людей живут с ВИЧ и их жизнь кардинально от этого не меняется. Он прыгнул и стало пусто. Это был первый и последний прыжок. Она 9 последних лет любила своего женатого друга и 4 раза в год, каждый год, приходила в его дом и сидела за его столом. Она приносила колготки для жены, игрушки детям, дарила часы, дорогие рубашки и каждый раз сдрагивала, когда он небритой щекой прикасался к ее голове и говорил спасибо. Он потерял сестру год назад, тупая автокатастрофа. Он хоронил сестру и прощался с самой близкой женщиной на этом свете. После задыхаясь от одиночества, он сидел на полу в квартире, пил этот гребаный йогурт и слушал Шопена. Сестра любила Шопена. Он очень любил сестру. Они встретились этой зимой. Он, уставший, больной и сухой, как щепка, она измучена невзаимной любовью и нищетой. Они встретились зимой и стали друг другу, друг другом. Он перестал пить йогурт, а она сидеть на диете. Они встретились этой зимой, в этом декабре. И это была первая настоящая зима в их измученной жизни. Абсолютно реальная история. Оттого очень страшная. Мама хотела, чтобы я была врачом. Она мне так и сказала, дочь, я тут все решила. А давай ты будешь врачом. Я была нежнейшей дивулей и сразу не раскусила этот коварный мамский замысел и прорав «Конечно, мамуля!» повесила на себя ужасный крест. Шли годы, память вещица нестабильная, врачебная клятва, данная маме, напрочь выпала из моей десятилетней головы. Я строила планы о том, как буду олимпийской чемпионкой, обладательницей всех мировых рекордов, но никак вообще не врачом. Страшный день настал во вторник. Мамочка приболела, и ей потребовалась уверенная медицинская рука, умеющая прокалывать зад и внедрять лекарства. Зрелище жуткое. Но вы же помните, что я была нежной кисонькой? Алис, помнишь, ты хотела быть врачом? Вот, прояви себя на практике. Сделай, маме, укольчик. Укольчик? Этот гигантский шприц представлялся мне кровожадным орудием для убийства времен Второй мировой. И что вообще значит? Ты же хотела быть врачом. В тот момент я хотела, чтобы потолок обрушился прямо надо мной, и я героически погибнув, избежала бы такой долгожданной практики. Ну что же ты? Вот ватка, вот ампула. Вы только слушайтесь, как можно хотеть быть врачом, когда ты имеешь дело с такими словами. Шприц. Вата. Еще раз. Вата. Шприц. Ампула. Какое-то немецкое проклятие, бравый клич сожжения. Стираю рукавами пот с глаз и щек. Я в слезах разрываю ампулу, втягиваю шприцом лечебную жидкость и протыкаю мамашу насквозь. Мама замолчала. Несколько секунд мне казалось, что моя врачебная практика только что лишила меня матери. В момент, когда я была на пике страдания и гибла от самообичевания, мама резко повернула голову и завизжала. Я же говорила, ты крутой врач! С медициной у меня не сложилось, но первая укольная практика запомнилась надолго. Поэтому, дорогие гости, если кого уколоть, давайте после вечера. Спасибо. Сейчас перед праздниками очень актуальный текст. Я очень долго занималась исследованием бухих баб. Ну, то есть, прям это очень-очень долго откладывалось, поэтому у меня есть... Если вы хотите правильно, вот правильно себя вести, когда вы бухаете, у меня есть 10 заповедей. Итак, первая заповедь. На вопрос друзей. Алис, ну что, ты уже пьяная? Нужно громко заорать в ответ. Кто тут пьяный? Я не пьяная! И обязательно показать, насколько ты не пьяная, и выпить еще полбутылки. Вторая заповедь. Обязательно позвоните матери и произнесите следующий текст. Мама, все нормально. Мы тут просто с ребятами сидим, разговариваем. Что с речью? Не-не-не, я просто устала. В этот момент нужно обязательно выронить телефон и заржать мужским голосом. Каждая воспитанная пьяная девушка интуитивно чувствует момент, когда нужно завизжать голосом резаного борова. Да что же мы тут все сидим? Давайте танцевать! Вернувшись домой пьяной, необходимо поставить статус ВКонтакте, поменять его через 2 минуты, вернуть первый статус, потом второй, поговорить с статусами с подругой, 13 раз пожелать в статусе всем спокойной ночи и перед сном заплакать. Пьяная девушка никогда не забывает о своей внешности и после каждого прокинутого бокала спрашивает, «Э, нормально выгляжу? Как с челкой? Все окей?» Пьяная девушка талантлива и непредсказуема, поэтому в самый разгар веселья она может очень талантливо уйти в дальний угол комнаты, сжать бедрами подушку и заплакать. Внимание! На вопрос, что случилось, нужно ответить, «Ничего». Не, не, почти ничего. Я просто вспомнила, как три года назад он меня бросил в Саваре и зарыдать. Пьяная девушка обязана после второй бутылки коньяка внезапно пропасть, закрыться в ванной, включить воду так, чтобы было слышно, рыдать так, чтобы было слышно, курить так, чтобы было видно и отвечать на вопросы из-за двери. «Эй, девчонки, все нормально, я просто колготки поправляю». Порядочная пьяная девушка должна уже с вечера настроиться на то, что утром она нихрена не будет помнить. Хитрые пьяные девушки приспособились вспоминать события прошлой ночи по исходящим СМС. Настоящая пьяная девушка очень жадная на вопрос, «Ну, слушай, может быть, уже хватит?» Она искренне оскорбляется, хватает свой алкоголь, чужой, со всего стола и переворачивает в дуторе. Порядочная пьяная девушка 8 марта, немного перебрав, аккуратно начинает монолог о несправедливой доле русской бабы и что все самцы и даже некоторые самки козлы. Используя инструкцию прямо сейчас, можно уже в ближайшем времени достичь мастерства и перейти на новый, более высокий пьяный уровень. Спасибо. И ты сидишь, как уставший голубь на своей уставшей кухне. В третий раз вытеряешь сопливый, аллергичный нос, а домашнюю майку ты понимаешь, что ее еще вчера нужно было бросить в стирку. Ты бы хотела благородно сидеть на кухне, попивать вино и курить. Но ты отхлебываешь однопроцентный кефир и делаешь песню Марсель потише. Болит голова, болит память. Ты хочешь именно завтра, завтра встретиться с Галкой, купить новый роман мураками. Встань! Сейчас встань, маме позвони, когда ты звонила маме в последний раз, когда ты делала то, что хочешь ты. Едешь на работу, спишь в метро, едешь с работы, спишь в метро, спи дома. И чтобы не опаздывать на работу, нужно ложиться спать уже сейчас. Да, во всем виноваты политики и магнитные бури. Это они бухают до четырех. Смеешься? А, не смеешься? Так громче смейся, улыбайся витринам, собакам, а главное себе. И запишись наконец-то в бассейн. ты этого хотела с февраля. И встань. Спасибо. Это правда очень важно. Вот я, например, пять лет назад играла в КВН, и самая лучшая реакция зрителя это не смех или восторженные глаза, это аплодисменты, потому что это одновременно сложно, одновременно легко, но это самый лучший вот такой критерий и самая лучшая оценка того, что ты делаешь. Поэтому спасибо. И прям такой маленький-маленький нюанс. Воспользуюсь тем, что у нас идет онлайн-трансляция и помашу рукой нас смотрят сейчас на Шри-Ланке. Поэтому давайте помашу Шри-Ланка. Hello! Hello! Ох, потом вообще. Вот, кстати, очень хорошо совпало, если брать тему Шри-Ланки. Помните, два года назад в Египте были случаи, когда акулы жрали людей. Ну, ситуация не очень смешная, поржать можно мало с чего, но Комсомольская правда выпустила статью, в которой была инструкция, как вести себя, если на тебя напала акула. Что курит редакция Комсомольской правды, я хочу вот выяснить до сих пор. Я написала текст, в котором четкие цитаты прямо из этой статьи. Еще раз обращаюсь, чтобы меня не заподозрили в нарушении авторских прав. Текст написан прямо вот оттуда. Есть такая русская забава отдыхать в Египте. И Египет прекрасен, Красное море, бескрайние просторы шаурмы, кальянные залежи. Но в сезоне осень-зима 2010 появилась в Египте штука интересная. Аттракцион, так сказать. Быть укушенным акулой. Акула — рыба безобидная. Плавает спокойно, хозяйство ведет, бюджет планирует. Она же и кусать-то в принципе никого не хотела. Само как-то накотила. Хандра, депрессия, предновогодняя суета. В связи с актуальностью проблемы наткнулась я на занимательную статью в «Комсомольской правде», в которой ведущий специалист-акуловед, магистр акуловеческих наук Светлана представляет гражданам, перспективным туристам инструкцию, как выжить, если на тебя напала акула. Первое правило, которому советует прислушаться Светлана — не паниковать. Света вообще беспощадно. То есть я еду в Египет, ем алкоголь, загораю топлиц, забываю о мирских проблемах, и тут в водах Красного моря, столкнувшись с акулой, не паниковать! Второй совет. Женщина-акуловед. Если на вас напала акула, нужно немедленно ударить ее кулаком в нос! Видимо, акула охренеет от такой наглости, плюнет в человека, пустит скупую акулью слезу и уплывет в водные дали. К третьему пункту в Светлане заметно начинала нарастать искренняя любовь к египетской диковине. Если на вас напала акула, практически орет Света, нужно резким движением руки вырвать ей жабры! У меня сохранена эта статья дома, я могу прямо ее отсканить и выложить. Наверное, Свету воспитала в детстве стая диких акул, полностью проконсультировав по всем особенностям физиологии. Четвертый совет поставил для меня полностью под сомнение психологическое состояние Светланы. Если на вас напала акула, готова? Не ведите себя пассивно. То есть после того, как я херачила акулу по носу, вырвала ей жабры, Света вообще в моей пассивности сомневается. И финальный пункт, наиважнейший, лучший способ, говорит Света, обезопасить себя от нападения, это не сталкиваться с акулой в свойственной для нее среде. Получается, что после того, как я отхерачила акулу, вырвала ей жабры, я говорю, пройдемте акулу ко мне в апартаменты, потому что там среда более свойственна для меня, чем для вас. Облако страха нависло над египетскими курортами. Но после сегодняшнего вечера я спокойна, что все мы знаем, как вести себя. И главное — это не паниковать. И продолжай тему отпуска. Я как-то отпуску написала письмо. А знаешь, отпуск? Больше тянуть нельзя. Моба готовы, и наша встреча неизбежна. Отпуск? В прошлый раз нам было хорошо вместе. Я не понимаю, почему ты так долго не звонила и не давала себе знать. Я обещаю, я буду терпелива и сдержана. Никаких истерик и пьяных прогулок. Отпуск? Мне нужен только ты. Отпуск, милый отпуск, я люблю в тебе все. Милая моречка, соленую воду и волны, чаек и запах. Запах такой, что вдыхаешь, и клетка грудная рвется от эмоций в клочья. Песочек теплый и нежный, будто идешь по сахарной пудре, от которой лишь сладко и никак не горячо. Отпуск? Я хочу спать до обеда, до вечера, иногда до ночи. Я хочу проснуться ночью и лечь спать утром. Да, я тоже живая. Почему ты этого не видишь? Почему ты стал таким замкнутым, отпуск? Открой для меня душу, отмени к чертям все визы всех стран, раздвинь рамки и отодвинь барьеры в сторону. Мы же оба хотим этого, отпуск. Я буду показывать друзьям наши совместные фотографии, они будут радоваться и говорить, что мы удивительно подходим друг к другу, и с тобой я действительно выгляжу счастливой. Отпуск кончается август. И чтобы не кончилась наша история, нам необходимо встретиться в сентябре. Время года осень, отпуск. Очередная холодная питерская осень с жестокими дождями и с замкнутыми людьми. Заставить человека улыбнуться может лишь солнечный луч. Несчастных людей с приходом сентября становится больше. Позвони мне, отпуск. Ты помнишь номер? Ты звонил мне в июне, и нам обоим понравилась эта неделя абсолютного счастья. Свободные отношения? А давай, просто приди, отпуск. Обязательно приди. Следующий текст я посвящаю всем людям, у которых есть соседи, у которых есть дрель. Если вы меня понимаете, давайте просто поддержим друг друга. Если у вас есть дрель, то в ваших руках находится весь мир. И если у вас есть дрель, и вы ее используете как дрель, то в ваших руках судьбы и хорошее настроение ближайших соседей. Соседушка, который живет надо мной, не очень точно представляет себе мое утро. Я бы хотела просыпаться под мелодичной трель и урчание кота, запах кофе или шум предбоя. Но сосед жесток, и у соседа есть дрель. Мне иногда кажется, что он, когда был маленьким, мечтал стать музыкантом, скрипачем, тромбонистом, барабанщиком. А вы, раздядькой и купил себе дрель. И лишь сливаясь в экстазе с дрелью, он попадает в волшебную страну мечты, где он великий музыкант, который дает сольные концерты. Я лежу под идеалом, слушаю партию дрели и представляю счастливое лицо соседа. Он бежит по ромашковому полю, калибри разлетаются от каждого его шага, светит солнце, колосится рожь. Сосед прижимает дрель груди и пытается извлечь звуки. Я лежу, смотрю в потолок, слышу дрель и всячески пытаюсь извлечь этот звук из головы. Я представляю маленьких львят, красивых девочек с розовыми бантами, смешного строителя, ветеринара, кита, васильковое поле, симфонический оркестр, рыбалку, карасей, как течет вода, как ныряет олимпийский, как режут торт, стирают скатерть, запах травы, покупка новой книги, взлетает самолет, плачет ребенок, кусает змея, рождается на свет новый комар. Я делаю все, чтобы чертова дрель может и была, а звука не было. Но сосед набирает обороты. В его сольном концерте наступает кульминация и в полнейшей агонии он начинает сверлить еще сильнее. Завтра я куплю себе дрель или отбойный молоток. Ведь верно говорят, относитесь к людям так, как они относятся к тебе. Привет, мама! У меня все в порядке, замечательно, хорошо, прекрасно. Я не болею, одеваюсь тепло, кормлю кота, завтракаю, ужинаю. Нет, не похудела, нет, не поправилась. Я хожу на работу и возвращаюсь с работы, да, гуляю, да, видели с Димой, да, тебе передает привет и говорит, что скучает. Вчера ездили в приют, гуляли в парке, смотрели фильм, да, было смешно и вернулось поздно. Все в порядке, мама. У меня нет проблем, нет сложностей, все получается сразу, зарплату платят вовремя, друзья рядом, кот здоров, и все очень тепло и по-летнему. Я поеду в отпуск, Турцию, Грецию, Тунис, Камбоджу, Крым или Таганрог. Я буду ходить в розовом сарафане и шортах, обязательно босиком, кушать много фруктов, мыть руки перед едой. Все в порядке, мама. Да, я скоро приеду домой, сходим в поликлинику и к тете Лиде, купим новые кроссовки и подарим Дашке красный комбинезон. Все в порядке, мама. Да, Питер мой самый любимый город, я люблю маленькие улочки, большие проспекты, реки, каналы, когда чайки садятся на подоконник и дождь льет восемнадцать дней подряд. В Питере нет проблем, мама. Все в порядке. Ты только, пожалуйста, всегда задавай мне вопрос, ответом на который каждый раз будет все в порядке, мама. Успеем? Мне бы хотелось успеть. Сестра приходит в семь. Они оба посмотрели на часы и улыбнулись. Без двадцати семь и целых двадцать минут абсолютного блаженства. Успеем. Он тихо говорил, тихо ходил и тихо дышал. Через восемнадцать минут ты оденешься и уйдешь. Я не хочу, чтобы нас видели. Разве сестра не в курсе? Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Неси. Он встал, подтянул спадающие шорты и ушел вглубь комнаты. Она сидела на полу и рисовала фломастером на сломанной ноге лыжника. Лыжник скользил по гипсу, как по склону высочайшей горы в мире. Она рисовала и улыбалась. Готова? Он вернулся так же тихо, как и ушел. Иногда ей казалось, что он просто тихо жил. Начнем? Они сидели на полу и играли в нарды. И даже когда каждая минута пропитана запретом, успеть — это абсолютное счастье. Он тихо бросал кости и двигал шашки. Она стремилась к дому. А лыжник продолжал скользить по самому долгому склону в своей нарисованной жизни. И они успевали. Посвящается всем специалистам по чужим жизням. Есть такая удивительная категория людей, которые вызывают во мне просто вот прям бешеный восторг. Это специалисты по чужим жизням. Причем как складывается личность жизни этих людей вообще не принципиально. Главное, что в наших жизнях они понимают абсолютно все. Нет, не-не-не, Олег тебе не подходит. Вот ты вчера ждала его звонка и что, что, что? Он позвонил? Да. Господи, какой он предсказуемый! Он вообще тебе не подходит. Специалисты по чужим жизням набрасывают на себя мантию, берут в руку скипитер, натягивают на лоб корону и провозглашают себя королями судеб. Вам вместе не быть. Гороскопы противоречат. Рак в козероге нет. Не-не-не, это тебе тоже не подходит. У него слишком активная жизненная позиция. Присмотрись к вон тому. У него удивительный голос, милая такса и мать-пластический хирург. А ты боишься такс до смерти, и мамаша вызывает в тебе раздражение. Но ты присматриваешься, цепляешься за верный совет и удивительный голос. Вы вместе уже 4 года. Расставаться никак нельзя. Попробуй эротическое белье. Ну, он меня бьет. Бьет, значит, любит. Терпи. А вдруг скоро перестанет? Попробуй эротическое белье. И мы терпим, потому что со стороны действительно понятней, как нам лучше жить свою жизнь. И наши драгоценнейшие подруги, тетки и девочки из интернета, которых мы вообще ни разу не видели, знают о нашей жизни больше, чем мы. Уходи с этой работы. Не уходи с этой работы. Тебе надо похудеть. Тебе не надо худеть. Одевайся по-другому, брось его, позвони мне. Специалисты по чужим жизням работают слаженно и исправно. А мы, мы всегда будем их поищрять. Поэтому эти суки без работы никогда не останутся. Абсолютно реальная история. Оттого и очень веселая. Есть у меня приятельница, которая так сильно хотела выйти замуж, что в этом мастерстве и не было равных. И дело вовсе не в том, что приятельница страшна, тупа или глупа. Нет. Мужики налетали на нее, как пляжники на кукурузу. Но замуж почему-то не брали. Когда последний Д'Артаньян в японском ресторане наклонился к ней и сказал «Дорогая, я хочу сделать тебе предложение. Поехали ко мне на дачу в эти выходные». Подруга завыла, залепила дебилу по носу и стала злее дикого кабана. Поэтому было принято ответственное решение «Никаких встречаемся для себя. Сразу надо искать потенциального мужа». Звонок. Очень хотящая замуж Ксения. «Алис, я, короче, все поняла. Все мужики сидят на сайтах знакомств. Я там ничего не понимаю, но видишь фото, интересы человека, даже его предпочтения в сексе. Представляешь? Что, предпочтения в сексе? Ну да, я тут уже неделю с одним переписываюсь и хочу с тобой посоветоваться. Так, смотри, его зовут Горячий Кирилл. На фото он лежит в одних плавках, в снегу, с бутылкой. Интересы с шашлыки, спорт, выпивка, телевизор, сон. Тут ничего не указано про зарплату и личную жилплощадь, но он говорит, что пока не работай, ты живет с мамой, но скоро обязательно найдет работу. Ты представляешь, какой он целеустремленный? Ага. И вот еще в разделе предпочтения в сексе Кирилл, Горячий Кирилл, ну да, Горячий Кирилл указал грязная порка. Меня должно это смутить? Но ты же хочешь выйти замуж? Да. А он зовет? Да. Тогда не должно. Ой, Алис, спасибо. Правда, он чудо. Чудо-йогурт. Вот это, я понимаю, целеустремленность и желание добиваться. Моя крестница Дарья – чудесная пятилетняя самка, которую воспитывает очень доброй и благородной дамой. Дашина мама зациклена напрочь на том, что ее одна-единственная дочь была неоспорима самой умной и красивой среди пятилетних молдавских девочек. Мешки розовых платьев, горы туфелек заполнили трехкомнатную молдавскую квартиру, но всем было очевидно, что это не предел. Лучший повод для Дашеньки и ее забоченной мамы, чтобы проявить себя – это утренник в детском саду, посвященный 8 марта. Женщина-воспитатель попросила беззаботных детишек совместно с родителями приготовить наизусть стишочек и после зачесть его на весеннем детско-садовском празднике счастья. Дашина мама поняла – сейчас или никогда. Делать ставку на эти милые строки смысла не имела вовсе. Этим давно никого не удивишь. Нужно выбрать такое стихотворение, от которого задражали бы и воспитатели, и родители, и дети. Прожив три дня в интернете и выискивая стихотворное сокровище, был сделан выбор. Стих выбран, стих выучен. Даша не понимала мамин экстаз, но смиренно учила священные строки. Даша любила маму. И вот наступило 8 марта в Молдавском детском саду номер 26. Выходили детки и читали «Мама, мамочка, мамуля, как же я тебя люблю!» Даша на маму дрожала на стуле и волновалась, как самка страуса. Когда вышла Даша в центре 8 мартовской сцены, стало страшно и тихо. Девочка выдержала паузу, развела ручки по сторонам и, сделав скорбное личико, начала. «Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я, бабушка, вызови врача!» Даша читала медленно и вдумчиво. Экстаз нарастал. Воспитательница завыла. Родители переглядывались и шептали «Боже, какая чудесная девочка!» Дашина мама парила внутри себя и понимала, что выбрала нужное стихотворение. Когда Дашенька прочитала последние строки, «Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые я твои найду». Рыдал уже весь зал в Молдавском детском саду. Рыдали мамы, бабушки, отцы, воспитательницы и дети. Даша прорала «А-а-а! С 8 марта!» и убежала на свое место. Это была победа. С этого дня на каждом семейном празднике Дашеньку ставит на стол и просит читать. «Ну вот это, про бабушку!» Даша читает, а мама улыбается и знает, что лучшей ее дочки на свете нет. Ну для нее так точно. Твоя женщина «Прекрасно!» Она носит красивые брюки и с вечера аккуратно выглаживает на них ровные стрелки. Белый воротник всегда белый, а не кремовый или песочный. Разве она не прекрасна? Это твоя женщина. Если эта женщина ближе к тебе бедрами, то она определенно лучше меня. Она стройнее, узкие локти, смятый живот и вытянутые скулы. Ты же таких любишь? Да, она строга к себе. Не стоит раком у холодильника и не давится докторской колбасой в два ночи. А я что? Я пью кофе с сахаром и мармеладом. Растет живот, уменьшаются шансы. Я архитектор своих трагедий. Слушай, а я говорила, что твоя женщина прекрасна. Да посмотри же! Она начитана и грамотна до тошноты. Она отличает Аннегера от Бритена. Я так не могу. Я каждый день перечитываю поэтов серебряного века. Твоя женщина стабильно. Продукты только в перекрестке. Пить водку в кабаке на Невском, шмотки на сеной, а целовать тебя точно в шею. О таких женщинах мечтают со школьной скамьи. О таких бабах страдал Куприн. Таких женщин я называю непроебываемые. Она и матом не ругается. Это твоя женщина. Это определенно не моя битва. С такими женщинами не страшно взять холодильник в кредит и завести попугая. А можно к матери в гости и знакомить с родными. Вот, посмотрите! Это моя прекрасная женщина. И все ликуют, радуются. И ты, и женщина. Твоя женщина. Прекрасна! Я серьезно! Ни капли иронии или привычного идиотизма. А я? Что я? Ты звонишь и после моего «Алло!» спрашиваешь, почему у меня пропитый голос? Да потому что я пью пиво и хортицу, закусывая лимончиком. Я покрываю тело татуировками, подавшись однодневным эмоциям. А потом придумываю объяснение, но никогда не оправдание. Я обижаю людей словами и сухими ответами. А сейчас я в своем декабре. Мне в нем не холодно и не жарко, но мне в нем прекрасно. Сейчас очень важный текст. Сейчас я вас буду учить правильно страдать. Это великая наука. Знаю тех, кто институты кончали. Итак, если вы решили пострадать, то нужно подойти к этому вопросу очень ответственно. Во-первых, никто никогда не страдает трезвым. Это как-то непорядочно, даже нелепо и пошло. Поэтому процесс любого пизда страдания начинается с выбора алкогольного напитка. Водка. Эффективно, но неэффектно. Мартини гламурно, но так можно затянуть вообще с этим. Вино это как-то очень по-молдавски. Итак, коньяк. Вы садитесь за стол, прямая спина, взгляд нацелен на успех. Вы готовы страдать. Следующий этап. Музыкальное сопровождение. Вот здесь главное не прогадать. Нельзя благородно страдать, как у тебя с колонок скулит Бритни Спирс. Поэтому запоминаем список исполнителей для полноценного комплекта. Зимфира. Дельфин. Какая-нибудь разрывающая мужичок русская рыбчина. Я тебя любила, ты меня забыла. Обязательно что-то авторское, несчастной любви брошенных животных. Отлично. Мы приближаемся к цели. Следующий шаг. В момент, когда рюмка в очередной раз разливается по горлу, а Зимфира вопит, что искала именно тебя ночами долгими, дворами темными. Внимание! В этот момент нужно начать перечитывать сообщения за 2001-й, 2002-й и 2003-й годы. Страдать так страдать, черт побери! Восьмая рюмка. Сурганова теряет тебя, словно звук, словно вкус. Телефон начинает набирать номер бывший. Привет! Как дела? Алиса, ты что, бухая? Нет, ты думаешь, мне надо напиться, чтобы позвонить. А в трубке уже слышны гудки. Черт, не надо было звонить. Где там вторая бутылка коньяка? И ты достаешь вторую бутылку коньяка, выпиваешь несколько рюмок, едешь в клуб с целью благополучно отстрадать, рассказываешь бармену о том, какие же все суки. Ты заходишь и встречаешь человека, у которого губы пахнут водкой. А ему плевать на эффекты, он человек результата. Вы удаляетесь из зал, спасаетесь от скуки. И так всегда, в момент, когда кажется, что ты в полной жопе, появляется тот, кто тебя из этой жопы вытаскивает. Это круговорот самооценки в природе. Любите друг друга. И давай будет так. Мы сильные и без боли. Летим, как птицы счастья, калибри ворона и грачи. Так высоко и уверенно, что облака и ветки цокают от наглости. Я лечу в небо, и нет дела мне ни до партий, ни до митингов, ни до сплетен и слуков. И крики по сторонам, и кто же, кто же новый президент? Мне нет дела. Важным остается лишь одно, чтоб серый кот всегда был сыт и здоров. А давай будет так. Я работаю парикмахером. Я перебираю в руках волосы, пряди, уши и завитки. Проблемы, лицкие слушают, абсолютно точно знают, что Юра снова ей изменила, а теща во вторник котлеты сожгла. Я слушаю, стригу голову и думаю, как хорошо, что это не про меня. А давай будет так. Вчера у меня родился сын, плотный, розовощекий. Он кряхтит, капризничает и писает мне во рукав. Я трогаю его ноги, живот плачу и не верю уже сейчас, что через 25 лет он влюбится в эту рыжую девку и бросит меня. А сегодня он только родился. А давай будет так. И вот началась война. Все смелые и горячие ускакали с ружьями биться и умирать за ту идею, в которую верят только пьяные. Жены плачут горько и мысленно уходят к тем, кто еще жив. А мне не нужен танк или подвиги, мне бы только знать, что я всегда могу приехать к бабушке и сказать «Да, я буду есть». Вот за это я воевать готова. День и ночь, день и ночь. А давай будет так. Я открою свое кафе. Люди не жрут там оладьи мордами недовольными и курят в лицо тоненьким официанткам. Они приходят в кафе, которое мое, и говорят там честно и целуются много. Они пьют кофе, холодный, горячий, чай, пиво, водку. Пусть делают все в моем кафе. А я буду им петь песню о том, чтобы они не болели, ведь я укрою их плащом. А давай будет так. Горы, горы и вода. Я бегу за ручьем вниз и считаю пятками камни. Свежо и сочно настолько, что голова рвется от возможностей и желаний. Мне не нужно ловить ручей. Мне нужно поймать себя. А давай будет так. Пусть будет все. Представьте ситуацию. Вы встречаетесь с друзьями, ну так, случайно. И кто-то говорит вот эту фразу. Может, посидим 15 минут где-нибудь? А утром вставать рано. Ты говоришь, давай. Теперь давайте перенесемся тогда, когда ты просыпаешься. Лежу на животе. Шесть утра. Это не хорошо и не плохо. Это шесть утра. Не сплю. Надо ехать в аэропорт, встречать Олю. Лежу на животе. Исследуя ноздрями кровать, пытаясь нащупать носом под собой телефон. Хоть бы кто позвонил и помог. Я сама справлюсь. Я постельный археолог. Лежу на животе. Болит голова. А не надо было вчера заказывать ром. Не, ну можно, если бы не вставать в шесть утра. По простыне потекли виброволны. О, счастье! Мне догадалась позвонить. Будильник. Да, у меня будильник самка. Она звонит, поет песни. Бодро звонит будильник. Не пила вчера рома, наверное. Лежу на животе. Хочу питание. Желудок уверенно достигает размеров марианской впадины и нашептывает о желании принять. Очень жаль, что в будильнике самки, помимо функции поиска телефона, нет функции приготовления завтрака. Вспомнила, как вчера вечером соседи укостили пловом и салатом. Было горячо, пахло костром и вместо риса греча. А мне надо не тупить и повесить на дверь табличку, что я благородно принимаю продовольствие и в утреннее время. Лежу на животе. Хочу нанять домработницу. Какую-нибудь Елизавету. Она бы приходила в шесть утра, делала массаж головы, готовила завтрак и спасала от похмелья. А потом ездила в аэропорт и встречала Олю. И работала бы она не за деньги, а за идею. Такая домработница-спасатель в оранжевом жилете. Найти бы такую Лизку. Найти бы. Лежу на спине. Ого! Эффектный у меня интерьер. А, видимо, я вчера перед сном танцевала себе же стриптиз. Раз шесть. Иначе как объяснить, что брюки висят на зеркале, а зеркало висит на полу? Лизонька бы точно знала ответ. Лежу на попе. Ищу глазами цитрамон. Зачем-то болит голова. И напоминает, что вчера до рома были еще коньяк и шампанское. На меня смотрит книга ремарка «Возвращение». Смотрит нагло и вызывающе в левый глаз. «Возвращение» пытается возвратить меня к жизни. Хорошая книга. Лежу на попе. Смотрю на фотографию доктора Хауса. Он на меня. Как-то грустно стало. Небритый, уставший, хромой мужик выглядит реально лучше меня. Пусть тогда съездит в аэропорт и встретит Олю. Скатилась на ламинат. Нашла глазами зеркало. О, что-то я с утра совсем не с Карлета Хара. Лежу на ногах, хочу эклер. Слёдочку под шубу или кексик с вишней. Хоть блинов бы кто-нибудь напек. Лиза! Утро, оно нужное. Утро, оно честное. Только утром можно определить объём принятого алкоголя. Только утром слышны торжественные клятвы. Сегодня бы надо лечь пораньше. И всё-всё, в будни больше мы вообще не встречаемся. Только утром ты не понимаешь, что в твоей сумке делает солонка и перечница из двух палочек. И только утром наливай ледяную воду в горло. Ты признаёшься, что вы вчера действительно круто. Просто встретились на 15 минут. У меня аллергия на Новый год. Люди с глазами бешеными носятся со скоростью гепардов и скупают всё подряд. Яйца, чашки, салфетки, отпариватели, мандарины. Чтобы человек человеку мог сделать подарок, нужен повод, как оказалось. И начинается церемония праздничная и торжественная. С Новым годом тебя, человек! Вот кружка. Спасибо, это тебе чашка. Новогодняя идиллия. Вчера в метровом эскалаторе видела труп женщины. Она лежит холодной и абсолютно плевать, что у кого-то Новый год. Она лежит и, наверное, кому-то даже настроение портит. Как теперь ехать за полотенцами, когда эта баба тут разлеглась и внимание привлекает? А она чья-то мать. Её где-то ждут, чтобы подарить чашку. А за два дня до Нового года она не вернулась домой. Обсуждение митингов, политической несправедливости, всех законопроектов напрочь отеснил главный вопрос. А ты где встречаешь Новый год? Я не люблю Новый год. Меня до красных пятен доводит эта суета, стандартность. Я не хочу дарить обязательные подарки, чтобы доказать и показать любимым, что я о них помню. И напрочь неважно, где вы будете жрать оливье, в гостях, в ресторане, на площади. Главное, чтобы все были здоровы и чтобы за два дня до Нового года все возвращались домой. С Новым годом всех! На этом всё. Спасибо. Кать, мы что-то делаем ещё? Что-то делаем ещё? Закрывайте. Алиса Макарова. Я сейчас предлагаю устроить небольшое общение с залом. Так как у нас микрофон один, я думаю, Алиса будет в него отвечать, а вы уже просто громко озвучивайте свой вопрос. Я буду там. А, хорошо. Итак, у кого какие вопросы? Нет? Тогда мы перенесём это в такое свободное, неформальное общение. Спасибо всем, кто нас смотрел. Это был портал Тутбай. Ну и хорошего всем вечера. Спасибо. 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 Спасибо.